Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Третье место в стране по количеству убийств занимает Прибайкалья. Впереди только Москва и Московская область. Таковы данные портала правовой статистики. С начала года зафиксировано более 220 таких преступлений по количеству причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Иркутская область тоже находится на третьем месте. Было зафиксировано свыше 100 таких случаев. Ангарск цемент подвел предварительные итоги 2022 года. В ходе пресс-конференции журналистам рассказали о нововведениях, объемах реализации продукции и планах на следующий год. Подробности далее. С января по октябрь Ангарцемент выпустил 711 тысяч тонн цемента, что на 4,5% больше прошлогодних показателей. Вырос и объем реализованной продукции. По году мы видим цифру 746 тысяч тонн цемента. Это немножко ниже, но практически на уровне 2022 года. Я думаю, что на сегодняшний день компания принимает все усилия для того, чтобы Ангарский цементный горный комбинат отвечал всем требованиям рынка. 2022 стал для комбината годом активного переоснащения производства. Завершилось обновление системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементной мельнице. Продолжается и реализация проектов, направленных на повышение уровня энергетической безопасности. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил свыше 600 миллионов рублей. Во всех подразделениях предприятия в срок качественно был выполнен плановый ремонт оборудования. На эти цели направлено почти 900 миллионов рублей. В этом году после длительного простоя больше 10 лет мы запустили в четвертую вращающуюся компанию. Тем самым мы увеличили производство и мощности, увеличили количество выпуска винтера. Обеспечивая надежную работу оборудования, Ангарский цемент гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Уберечь покупателей от приобретения фальсификата поможет новая, более информативная упаковка, введенная в оборот на всех предприятиях холдинга «Сибирский цемент». Также в течение года продолжалась реализация социальных программ предприятия, включающая в себя обучение персонала, поддержку ветеранов, проведение спортивных мероприятий и многое другое. Завершить год Ангарский цемент планируют с результатом на уровне предыдущего. 764,5 тысячи тонн высококачественной продукции. Альберт Домнин, Ксения Высоцкая, Марина Минченко. Новости 360 Ангарск. Список востребованных специальностей предложили соискателям в Центре занятости населения. Всего с предложением о работе выступили 24 организации. На ярмарки вакансий побывала Ксения Высоцкая. В здании Центра занятости многолюдно. Работодатели и соискатели собрались в одном месте. Свои предложения по трудоустройству обозначили 24 компании из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского. Требуется городу рабочие руки. То есть вакансий очень много, множество вакансий. Наверное, около 300 вакансий сейчас на сегодняшний день представлены на ярмарке вакансий. Конечно же, большая часть это мужские профессии. Мужские руки нужны городу. Квалифицированные специалисты нужны сварщики, слесарь, ремонтники, стропольщики, плотники, бетонщики. Ну, такие профессии. Ярмарка вакансий удобна как для соискателей, так и для работодателей. Пройти собеседование в разные компании можно в одном месте. В результате обе стороны сразу принимают решение. Несколько компаний свое резюме подал Станислав Калинин. Он имеет специальности плотник-столяр, электрогазосварщик и водитель категории С. Я пришел в Центр занятости. То, что я обычно раньше ездил, все время с одной организацией в другую. И ждал звонка, и заполнял как бы все. А звонка так и не дожидался бывало такое. И приходилось тратить много денег, чтобы и с одной организацией в другую. А тут получается вакансий, и как бы много все сразу в одном месте. И не надо никуда ездить. Пришел, заполнил, и тебе дали ответ, и ты ждешь. Специалисты Центра занятости проводят ярмарки вакансий регулярно. Как показывает практика, такие мероприятия у населения актуальны. Сеня Высоцкая, Марина Менченко, Новости 360, Ангарск. Сплошные проверки автотранспорта на выявление нарушителей ПДД проводят сотрудники ГИБДД. Более 120 экипажей ДПС несут службу на дорогах области до воскресенья включительно. Особое внимание уделяют пьяным водителям, автомобилистам на встречке, не пристегнутым ремнем безопасности и тем, кто неправильно перевозит детей. Сообщается, на трассах Прибайкале зафиксирован высокий уровень аварийности. С начала года произошло более 2000 ДТП, в которых 250 человек погибли и около двух с половиной получили травмы. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. С 23 по 28 ноября выставка распродажа шуб «Норка», «Мутон», «Каракуль», «Дубленки». Акция «Меняем старую шубу на новую». Рассрочка и кредит ДК «Нефтехимик». Прямо сейчас у Вас может быть улыбка мечты. Новая стоматологическая клиника оказывает услуги по диагностике, лечению, удалению, протезированию и имплантации. У нас собственная зуботехническая лаборатория и отличные специалисты. Новая стоматологическая клиника. Ангарск, 61-й квартал, дом 24. Телефон 52-10-09. Улыбайтесь от души и будьте счастливы. Мы можем дать вам способности, о которых другие могут только мечтать. Fly People. Японская и китайская кухня с доставкой. Поедай суши. Всегда свежие роллы, салаты, супы, вок, гарниры, горячие блюда и десерты. Все качественно и вкусно готовит наш шеф. Заказывай на сайте поедайсуши.рф Уже совсем скоро наступит очень важный праздник – День матери. Подарите своим мамам любовь и нежность. Цветочная мастерская «Клевер» вам в этом поможет. Прием заказов на букеты и композиции уже открыт. Лучшие цветы для ваших мам в салонах «Клевер». 22-й микрорайон, 43. Второй фестиваль казачьей культуры состоялся во дворце культуры «Энергетик». В мероприятии, которое посвятили 85-летию Иркутской области, приняли участие творческие коллективы со всего региона. История и культура казаков – неотъемлемая часть России. Сейчас движение активно развивается в Иркутской области. Их основная задача – духовное возрождение страны. Фестиваль «Казачья удаль» проходит в Ангарске во второй раз с перерывом в пять лет. Первый был приурочен к 80-летию региона. Этот конкурс организовал аппарат губернатора и правительства Иркутской области. И благодаря этому сегодня проходит в Синаду Дворца культуры «Энергетик» большой праздник. Второй фестиваль казачьей культуры на земле Ангарска «Казачья удаль». В фестивале принимают участие несколько муниципальных образований Иркутской области. Мы пригласили в этот раз в Синаду Дворца и к ансамблю «Газачья» – это маленькие дети. Мы пригласили ансамбль «Славица» – это город Соля-Сибирская. Зрители прекрасно принимают, они здорово заводят зал. Важную роль в концерте сыграли местные коллективы. Фестиваль вызвал большой интерес у ангарчан. Об этом свидетельствует полный зал. Миссия любого учреждения культуры – это возрождение, сохранение наших национальных традиций. Мы стараемся шагать, как говорится, и в ногу со временем, и помнить, и чтить то, что нам завещано предками. В следующем году Дворец культуры «Энергетик» планирует провести такой же фестиваль и надеется, что в нем примут участие еще больше коллективов. Ксения Высоцкая, Марина Менченко, Новости 360, Ангарск. Очередное поражение потерпел Ермак в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. На этот раз ангарчанам противостоял Красноярский «Сокол». Игра завершилась со счетом 1-4. Но, как отметили эксперты, несмотря на результат, матч получился довольно упорным. В начале второго периода забили хозяева. В середине матча Илья Каргин шайбу отквитал. Но дальше забивали только красноярцы. Богдан Потехин оформил дубль в большинстве. Затем отличился Леонид Николенко. Четвертый гол был в пустые ворота. Ермак терпит 13-е поражение в последних 14 играх и готовится к домашней серии. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 26 ноября пасмурно. В обед температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. В темное время 23 мороза. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. В Листвянке снежно. Днем температура до минус 11. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 16. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – ресторан «Грильхаус». Ресторан «Грильхаус» – отличное место для проведения праздников в большой компании и уютных посиделок за чашечкой кофе. Блюда, приготовленные на открытом мангале, яркое меню, вкусные бизнес-ланчи, авторские десерты и коктейли. Живая музыка, выходные и игровая зона для самых маленьких гостей сделают ваше пребывание в «Грильхаус» особенно приятным и комфортным. «Грильхаус» – атмосферный ресторан для всей семьи. Изысканные закуски, салаты, гарниры, супы, бюлгеры и, конечно, сочные, ароматные блюда на мангале. Говядина, свинина, баранина, индейка, рыба и морепродукты. Открой свой «Грильхаус» в Ангарске. 33-й микрорайон, дом 25. Личного настроения в любую погоду.